Пообщался полномочный представитель президента сегодня не только с чиновниками. Одним из пунктов в графике стал губернаторский лицей. Напомню, его открыли в Засвияжье в прошлом году. Учебное заведение стало одним из крупнейших в регионе. Все-таки рассчитано на тысячу школьников. Но федерального гостя впечатлили не только масштабы. Кристина Агафонова подробнее. Ульяновск, Витя, они видят. И даже малые города, и Инжу видят, и Тимитровград видят. То, что не увидеть даже на большой карте, смогут почувствовать школьники. Игорь Комарову презентуют новую модель ученического самоуправления. Как аналог – государственное устройство. Чтобы ученики лучше понимали формат работы федеральных органов. Проект запустят в региональных школах уже в следующем году. Но своими идеями уже сейчас делятся губернаторские лицей. Здесь продуман каждый метр образовательного пространства. От классов до музыкального зала и кафе. Обалденный класс. Кулинарные классы и даже собственная телестудия. Но первые вопросы полпреду президента задают отнюдь не журналисты. На что вы даже при таком плотном графике уделяете свое личное время? Вне работы. Это, конечно, моя семья, мои близкие. У меня пятеро детей. Четверо ребят и старшая дочь. Конечно, хочется уделить им достаточно внимания. Я стараюсь много заниматься спортом. И вместе с ними мы играем и в баскетбол, иногда в футбол. Ходим на лыжах. Лицеисты со спортом тоже дружат. Ведь для занятий есть и стадион с искусственным покрытием, и оборудованный спортзал. Но ставку здесь делают на естественные науки. Смотрите, что стало от иона на цвет. Смотрите на консистенцию. Вот норма вы показали. И цвет, и структура, соответственно, поменялась. Причины объясняют старшеклассники. В лаборатории ставят эксперимент с популярными энергетиками. В опытах фиксируют, как они влияют на организм человека. То есть происходит растворение кальция в нашем организме, который влияет погубно на нашу состояние. Эта практика и изучать намного интереснее, чем учебники прочитывать. Потому что ты сама это все делаешь и очень наблюдать интересно. Здесь почти 40 классов. Губернаторские лицы поражают масштабами и задают высокую планку. А как иначе, детские таланты раскрывают талантливые педагоги. За клавишами, например, «Директор». Игорь Комаров рекомендует обратить внимание еще и на зрелищное искусство. Все-таки президент объявил 2019 годом театра в стране. Мы объявили фестиваль театральный. И в нем хотим, чтобы участвовали школьники и студенты. Две категории. Надеемся, что в Ульяновской области серьезно уделят этому внимание. Потому что мы хотим провести и финал, и поддержать театры школьные. А пока в центре внимания национальные образовательные проекты. Строительные планы расписаны на ближайшие пять лет. Новые школы возводят не только в областном центре. Учебных заведений не хватает, например, в Новоспаско. Мы его переводим из статуса рабочего поселка в город. Там огромный особый экономический дом. Это гарантийного уровня. И там большое строительство социальных объектов. Поэтому сейчас там остро необходимо практически две школы. Это проекты уже 23-го года. Планы региональных властей полномочный представитель президента поддержал. Кристина Агафонова и Денис Миронов. Вести. Ульяновск.